Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я решаю дневной челлендж лид-кода, задача номер 2149. Переставить элементы массива по знакам. Уровень средний. У нас есть массив целых чисел NUMPS с четким количеством элементов, содержащих равное количество положительных и отрицательных чисел. Нужно переставить числа таким образом, согласно трем правилам. Каждая последовательная пара чисел должна быть противоположных знаков. Для всех чисел одного знака относительный порядок должен сохраняться. Первое число в новом массиве должно быть положительным. То есть, что нам нужно. Рассмотрим, например, один. У нас есть некий список из шести элементов, в котором три положительных и три отрицательных элемента. Надо их переставить таким образом, чтобы числа чередовались по знакам, при том начинались с положительного, то есть, начинаем с тройки, так как первая тройка. И они должны чередоваться знаками, но при этом относительный порядок среди положительных и отрицательных не должен поменяться. То есть, у нас есть, если рассмотреть только положительные, то числа 3, 1 и 2. Среди же отрицательных числа минус 2, минус 5 и минус 4. В ответе относительный порядок среди положительных и отрицательных должен сохраниться. То есть, если посмотрим ответ, то в нем 3, 1 и 2 находятся в том же порядке. Аналогично минус 2, минус 5 и минус 4. То есть, вот такое условие задачи. Как будем решать? Решать будем с помощью двух указателей. То есть, например, вот запишу наш числа. То есть, 3, 1, минус 2, минус 5, 2 и 4. Минус 4. Такие числа. И суть в том, что мы будем... хранить два указателя на положительные и отрицательные числа. То есть, позитив и негатив. И последовательно будем добавлять по одному числу, пока не достигнем конца списка. Притом заполнять мы будем новый список. То есть, что мы делаем? Сначала заполняем положительный. Смотрим текущие числа. И если текущее значение уже положительное, то добавляем его. То есть, в нашем случае добавляем тройку. Далее добавляем отрицательную. Если текущее число не отрицательное, то сдвигаем до тех пор, пока не найдем отрицательное. То есть, н сдвигаем на индекс 1. Индекс 1 тоже положительный, не подходит. Сдвигаем на индекс 2. Индекс 2 минус 2 подходит. Записываем. Далее сдвигаем положительный. Индекс 1 уже положительный, поэтому его сразу пишем в ответ. Для отрицательных также сдвигаем на единицу. У нас число минус 5. Оно отрицательное, поэтому можно сразу записать. Следующее положительное будет через 3 элемента. То есть, сдвигаем до него. Записываем. и далее сдвигаем отрицательные. Следующее отрицательное минус 4. Записываем в ответ. И сдвигаем. Оба положительные и отрицательные. Достигаем конца списка и в итоге получаем наш ответ. Его и возвращаем. Такое вот решение. Давайте попробуем его реализовать. Что нам нужно? То есть, согласно изначальной схеме, нам надо установить указатели положительных и отрицательных чисел на индекс 0. То есть, так и запишем. Негативные и позитивные. Оба нули. Далее условия проверки. То есть, мы проверяем числа. Так, перед условием проверки нам нужно институтировать пустой список. Теперь, что касается условия. Мы проверяем индексы положительных и отрицательных чисел, пока эти два индекса меньше, чем длина нашего списка. То есть, пока положительный меньше, чем длина намс и отрицательный меньше, чем длина намс. То есть, продолжаем решение. теперь проверяем поочередно положительные и отрицательные числа. То есть, наше первое действие это будем сдвигать положительное число, если... То есть, наша задача сначала проверить положительное. Пока текущее число с индексом пи меньше нуля, то есть, пропускаем все отрицательные числа. После того, как пропустили все отрицательные числа, соответственно, добавляем в результат первое найденное положительное. То есть, нам с пи далее то же самое делаем с отрицательными. То есть, проверяем проверяем, что нам с n больше нуля. То есть, пропускаем все положительные n, n аналогично прибавляем. И в результат тоже добавляем текущее число с индексом m. В конце сдвигаем на единицу положительный и отрицательный индекс. и возвращаем наш результат. Так, такое вот решение. Давайте попробуем выполнить тесты. Так, нам с и тесты выполнены. Выполнились. Давайте отправим решение. Решение принято, но вполне эффективное. По времени линейное, так как мы проверяем все элементы массива, соответственно, сложность алгоритма от n. по памяти тоже линейная сложность, так как мы создаем переменную для ответа, которая равна, соответственно, пропорционально в одном параметре NUMPS. Полное решение, как всегда, смотрите в описании к видео. Спасибо за внимание. Пока. Продолжение следует...